В понедельник у семья Куценко начала готовиться еще с пятницы, как только узнали про экологическую акцию. Собрали в доме все использованные батарейки, а сын Максим даже сочинил стихотворение. Мусор злоб, планета шарик, солнце маленький и фонарик. Люди, берегите природу. Папа принес нам брошюрку, что проводится такая акция. Мы как раз об этом думали, что батареек много и куда-то нужно... Конечно. Ну и вообще надо людей приучать, чтобы было чисто в городе. Обратить внимание на то, на какой вклад человек оказывает на экологию в мире. Понимать, что любая его деятельность, она влечет какие-то все на последствия. И чем дальше мы живем, то есть мы больше видим, насколько меняется экология в нашей стране, в нашем городе в том числе. Можно много примеров называть. И поэтому эта взаимосвязь людей и экологии, это очень важно. Люди должны чувствовать зависимость, что в будущем, если они не изменятся, не изменят отношения к природе, то будут плачевные последствия, которые могут быть даже необратимыми. Работницы завода управления Лидия Рыжкова и Евгения Сильна тоже пришли сегодня на работу не с пустыми руками. В акциях, проводимых заводом, всегда участвуют активно. Вот и на этот раз творческая жилка не подвела. Так всегда очень быстро. Сочинилось два стихотворения. Одну прочитаю, да? Давай. С эко-понедельника жизнь новую начнем. Лампы, батарейки в пункт сдачи принесем. Вместе наведем порядок на планете. Команда ТМК за будущее в ответе. Мы все живем в этой стране, мы все живем в этом городе. И экология влияет на всех нас, независимо в каком мы статусе, в каком мы звании, кем мы работаем. Мы живем в одной стране, дышим одним воздухом, пьем одну воду. И поэтому экология – это вопрос практически выживания нашей страны, наших детей, нашего будущего. Ветеран завода журналист Лидия Крашенинникова говорит, что все инициативы заводчан поддерживает с большим энтузиазмом. Узнав про эко-акцию, собрала все использованные лампы, батарейки и в 7.40 была уже у первой проходной. Эта акция обращает внимание на то, что мусор, содержащих тут, выбрасывать мусорку нельзя. Для этого есть специальные места, но где они, наверняка не все знают. Мы вот тоже. А даже если и знаем, вроде бы где-то в ПКК, в энергослужбе, но идти туда далеко, поэтому не всегда соберешься. А тут акция, ну буквально под окнами у елунинских домов, позволяет разом избавиться от всего, что накопилось. Так что, если бы они проводились регулярно, такие акции, было бы просто замечательно. Организаторы предложили принести на эко-акцию батарейки и люминесцентные лампы, то есть все то, что нельзя выбрасывать как бытовой мусор и требует особой утилизации. Взамен все участники получили аэраторы, которые помогут экономить воду в каждом доме и квартире. Ну, в этом году объявлен год экологии, и нам хотелось как-то необычно провести. Так как все мы примерно сдаем себе за рук начать новую жизнь с понедельника, мы решили устроить такой необычный экологический понедельник. Сегодня наших заводчан встречают ребята из профессионального техникума со словами приветствия и с экологической тематикой. Вот такое у нас необычное экологическое утро. 2017 год в России объявлен годом экологии. Лидия Соколова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.